Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Мы продолжаем наши регулярные выпуски «Камчатка. День за днём». Тогда, когда я говорил, мы продолжаем наши еженедельные выпуски, выпуски выходили один раз в неделю, но потом я выбился из графика, и поэтому выпуски выходят с отставанием. Два последних выпуска были большими по объёму, предпоследний охватывал 20 с лишним дней, прошлый — две недели. И сегодняшний выпуск тоже. Будет посвящён двум неделям из жизни Камчатки. С 16 по 30 сентября разных лет века минувшего. Выпуски основаны на старых документах и не менее старых газетных публикациях, в основном советского периода. И, боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. Мы узнаем, что творилось на полуострове во второй половине сентября разных лет 20 века. Год 1936. 16 сентября. Газета «Камчатская правда» пишет о том, что главное управление хлебопекарной промышленности наркомпищепрома начинает в Петропавловске строительство механизированного хлебокондитерского завода мощностью 40 тонн продукции в сутки, достаточное для удовлетворения потребностей растущего города. Завод будет выпускать, помимо хлеба разных сортов, еще и кондитерские изделия. Торты, пирожные, баранки, крендели, венские изделия и т.п. Хлебокондитерский завод, пишет «Камчатская правда», оборудуется по последнему слову техники. Так, например, его четыре печи, новейшие системы инженера Гриншпуна. Благодаря механизации завод будет обслуживаться минимальным количеством людей. Его штат с включением административно-технического персонала, ведущей группы рабочих и обслуживающего персонала, не будет превышать 100 человек. Кстати, для тех, кто не знает, расскажу. Хлебозавод, о котором писала газета, действительно был построен, построен в районе, который так и назывался в просторечии Сухарны, потом хлебозавод, теперь это кольцо возле УВД, возле Камчатстата. День следующий, 17-й день сентября, 1938 год, газета «Камчатская правда» призывает, Камчатка должна иметь свои фрукты и ягоды. Газета пишет, к примеру, о саде Петропавловского совхоза, который был основан в 1932 году. Вот что пишет газета. В нем произрастают яблоки, груши и сливы. В целях сортоиспытания продолжает газета. В 1937 году в селе Хутор Петропавловского района организован плодоягодный питомник. В нем собрано более 30 сортов яблонь, 10 сортов слив и виши, 25 сортов смородины и крыжовника, 10 сортов малины и 30 других растений. Село Хутор – это нынешняя часть Елизова, а питомник – это нынешний микрорайон Ягодный. Наконец-то вы узнали правду. День следующий. 18 день сентября 1918 год, газета «Камчатский вестник» опубликовала объявление начальника Петропавловской городской милиции Станчиковского. Настоящим поставляю в известность граждан Петропавловска, что отпуск спиртных напитков будет мною производиться только по рецептам врачей и для химических надобностей. А потому прошу с заявлениями о выдаче напитков для питьевого потребления ко мне не обращаться, так как таковые будут оставляться мною без удовлетворения. Следующий день, 19 день сентября 1920 год, газета «Известия» пишет, что ввиду появления в городе подозрительных по бешенству собак, а также множества бродящих собак, неизвестно чьих, Петропавловская городская управа предлагает гражданам города Петропавловска первое взять на всех своих собак билеты в городской управе. Второе. Держать собак на привязи, а если уж выпускать на волю, то обязательно в намордниках, иначе бродячие собаки будут убиваться, пух, охраной и убираться за счет владельцев. Третье. Внимательно относиться к заболеваниям собак и обращаться за помощью к ветеринарному врачу и ветеринарному фельдшеру. Двадцатый день сентября, 1917 год, газета «Камчатский листок», реклама китайской бани. Китайская баня «Ли Кикчин» открыта ежедневно с 8 часов утра до 11 часов вечера. Для европейцев имеется ванна. Очень трудно, конечно, совместить все это. День следующий. 21 день сентября, 1957 год. «Камчатская правда», главная газета полуострова, пишет, что у радиста села Тегиль, Вадима Фокина, около полугода живет косматой бурой медведь Мишка. Когда охотники нашли его в лесу, он был совсем маленьким и казался беспомощным. А сейчас вырос, поздоровел и небезопасен. Поэтому предусмотрительный хозяин держит его на двух цепях. Но вот однажды ночью медведь отвязался, и странно. Никуда не сбежал со двора, пишет газета. Он осторожно подошел к дому, встал на задние лапы и, заглядывая в окно, начал шуметь. «Видимо, я недостаточно», – накормил его с вечера, – рассказывает Вадим Фокин. Вот он и решил напомнить. Мишка ест, все без разбору. Аппетит у него, как говорят, зверской. Однако больше всего он любит сладкое. Что ж, у каждого свои слабости. Может быть, кто-то не знает про скандал нынешних дней, когда так называемые общественники, проплаченные известно кем, требуют начать отстрел медведей в заказнике, мотивируя это тем, что якобы медведи приходят в населенные пункты и нападают на людей. Болваны! Слабаки! Педерашки! Прежде чем проплаченные властью общественники открывали бы свои поганые рты, им бы следовало задуматься о том, почему у так называемой исполнительной власти нет возможности и сил навести порядок на свалках, чтобы не привлекать медведей к населенным пунктам. Да нет возможности и силы у так называемой исполнительной власти есть. Нет желания, потому что лучше деньги, предназначенные на благоустройство мусорных полигонов, украсть. Это точно. А мы продолжаем наше увлекательное чтение. 22 сентября 1937 года. Газета «Камчатская правда» публикует статью о Камчатском краеведческом музее «Осьминог как показатель». И начинается статья так. Осьминог как показатель рыбного хозяйства Камчатки вот что очевидно имело с виду при показе экономики Камчатки в городском музее. Ни экспонатов рыб, ни диаграмм, ни снимков наших рыбопромышленных предприятий, ни образцов рыбоконсервной продукции, ничего этого в музее не найдешь. Зато у самого входа величественно возвышается гигантская стеклянная банка, в которой плавает спирт осьминог. Такие же следы невежества во всех отделах музея. Сельскохозяйственный отдел совсем отсутствует, пишет газета. Ибо завмузеем Цибенко сказал, пока я не поем пирога из мильковской муки, никаких экспонатов показывать не буду. В отделе прошлой о Камчатке вместо показа конкретных исторических документов имеется только мало что говорящий без документов в символ из кнута и меча. Коллекция ископаемых из стройматериалов вредительски обращена в мусор. А ведь сбор коллекции государству стоил недешево. В углу лежит куча пеплообразной трухи. Оказывается, еще недавно это было ворохом архивных документов. Может быть, ценнейших и неповторимых. Кстати, я напомню, что с текстовым вариантом каждого выпуска Камчатка день за днем можно познакомиться на сервисе Яндекс.Дзен. На моем канале, который также называется, как и канал на Ютубе, Камчатка с Александром Петровым. И ссылка на выпуск, в котором вы увидите все материалы, использованные в нынешнем выпуске, находится в описании под роликом, вот здесь. Иншаллах! А мы продолжаем. 23-й день сентября. Газета «Полярная звезда», 1923 год. В разделе «Хроники» «Полярная звезда» пишет, что вчера, то есть 22 сентября, из Гижиги в Петропавловск пришла японская шхуна, арестованная в устье реки Уикан, где хищническим способом ловила рыбу. На шхуне прибыла партия военно-пленных бочкаревцев и поликопцев. И в том же разделе «Хроники» газета сообщает, что сотрудниками милиции составлен протокол и привлекается к ответственности по статье 176 Уголовного кодекса гражданин Тимонькин за появление на улице в пьяном виде. А теперь посмотрим линогравюру. Смотрите, вот она. Автор этой линогравюры Александр Поспелов, художник Камчатской правды, альпинист, путешественник, любая информация о нем пропала в 1938 году. Скорее всего, он был уничтожен большевиками. Продолжаем наше чтение. 25 день сентября 1963 года газета «Камчатская комсомолец». В статье Ефима Баевера, сотрудника сейсмологической экспедиции, рассказывается о том, как плохо отдыхать в областной столице. Вот, к примеру, прочитаем о парке культуры и отдыха на Никольской сопке. Квышке. Этому своеобразному символу техники и культуры вела бесконечно старая дорога. А парк шириной с тропинку развеет и не бедно для города у моря. Скажут, есть площадь в парке, где можно отдохнуть после восхождения. Но что ждет пришедшего провести досуг горожанина на этой развилке трех дорог? Направо пойдешь. В перекуренное кафе попадешь. Налево пойдешь. Ничего, кроме глухого забора, не увидишь, пока билет не возьмешь. Забронированная танцверанда. Прямо. Вид на море через качели. И, конечно, вид назад, откуда пришел. Открылась молодежная кафе «Юность», пишет господин Боевер. Как будет там? Не только ли закуски да музыка? Стоит вспомнить московские и ленинградские. И по их примеру созданные в других городах «Молодежное кафе», где по вечерам негде яблоку упасть из-за избытка желающих, поспорить со сверстниками за чашкой кофе, послушать старших, умудренных опытом жизни, встретиться с художниками или литераторами. Но это не точно. И завершает свою статью господин Боевер на оптимистичной ноте. «Мы покидаем город, нас ждет большая работа, и мы полны уверенности, что в следующую встречу Петропавловск будет еще моложе, и все в нем станет по-настоящему прекрасно». Рад я, что дожил до этого времени. Следующий день, 26-й день сентября, год 1991-й. Газета «Вести» сообщает, что на днях с Соболевского сельсовета какие-то партизаны сняли трехцветный флаг России и водрузили его на местную телевышку. Работники сельсовета решили не лезть за стягом на верхотуру, а просто сшили новый и повесили его на прежнее место. Однако на следующее утро старое полотнище вновь оказалось над сельсоветом, и над советской властью в Соболево стали развиваться два одинаковых флага. Та же газета в тот же день сообщает, что в Ассоре идет дележ добычи имущества компартии. На здании общественно-политического центра ассорских коммунистов претендует райсовет, а в его старое помещение планируется переезд местной поликлиники. Однако засучивает рукава и народный суд, который ссылается на соответствующие директивы властей России и твердо намерен справить новоселье в партийных апартаментах. Но естественно, для суда все лучшее, потому что русских людей даже в Корякии нужно судить. И чтобы судить их, нужно лишить людей возможности получать медицинское обслуживание. То есть суд должен находиться в том здании, где хотела бы быть поликлиника. И мы продолжаем наше увлекательное чтение. 27 сентября 1973 года газета «Камчатская правда» рассказывает об операторе Центрального телевидения Василии Нефедовича Плотском, который в труднейших условиях снял немало телеочерковых фильмов о тружениках Камчатки. Еще раз напомню, что с полными версиями материалов, о которых я сейчас говорю, вы познакомитесь на моем канале на Яндекс.Зене по ссылке в описании. Продолжаем наши увлекательные исследования прошлого Камчатки. 29-й день августа 1961 года газета «За высокие уловы». Это та самая газета, которая потом получила имя «Рыбак Камчатки». Газета рассказывает о рыбаке Владимире Травкине, о молодом рыбаке, который плавал на траулере механик лесовой. Читайте текст на Яндекс.Зене. 29-й день сентября 1917 год газета «Камчатский листок» сообщает из села Апала полученные сведения, что старость-то села Апала обратился с циркулярным письмом ко всем местным японским рыбопромышленникам, в котором он разъясняет последним о своих и его односельчан правах выполнять обязанности промыслового надзора, предъявляя одновременно им целый ряд требований. Письмо это, по слухам, отправлено в Токио, как интересный документ, иллюстрирующий русское самоуправство. Областным комитетом приняты меры к недопущению подобных своеволей в будущем, подрывающих уважение к народу русскому со стороны союзной нам державы. Напоминаю, это сентябрь семнадцатого года. У власти так называемое временное правительство. Для кучки этих картовых масонов Япония союзная держава. Интересы России ничто. Интересы иноземцев, грабящих Россию, все. Это совсем не то, что нехорошо, это вообще идиотизм, я считаю. И последний день, который мы рассмотрим сегодня, это последний день сентября, 30 число сентября 1920 года, в разделе Хроника газета «Известие» публикует заметку. 23 сентября сего года на крейсере Ниитака лейтенант Фукуда прочел двухчасовую лекцию о нападении англо-французского флота на Петропавловск в августе 1854 года и о героической защите города русскими под начальством адмирала Завойко. Лекция была прослушана экипажем крейсера с огромным интересом. Напомню, что тот, кто ездил берегом из Октябрьского в Озерновской в районе бывшего села Явина наверняка видел на берегу бетонный монумент. Этот монумент был поставлен как раз матросом и офицером крейсера Ниитака, который затонул возле берегов, Явина взорвался и затонул. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится в выпусках Камчатка день за днем узнавать что-то новое о жизни нашего полуострова, пишите комментарии. Не забывайте, что один раз в месяц среди тех, кто сделал свои пожертвования на развитие канала так называемые донаты, разыгрывается один из моих фотоальбомов. А те, кто здесь впервые, чтобы не пропускать новые видео, могут выполнить рекомендации вот по этой вот ссылке, по этой подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok